АВТОРСКИЙ ПОДКАСТ СТАНИСЛАВА ТАРАСЕНКО Здравия всем! Ой, возвращаться в Хогвартс – это как возвращаться в грязную вонючую нору, в которой живет облезлый бомж-хоббит, торгующий на ebay поддельными драгоценностями одинокой горы и записывающий видеоролики с поздравлениями на движ.ua за 350 гривен. Вот смотришь на этого хоббита, глазами на лоб лезешь, теряешь дар речи, а он тебе, разводя руками, говорит хриплым прокуренным голосом. А ты, Лапоть, чего ожидал? Годы проходят, инфляция растет, хоббитон после пандемии коронавируса никто не посещает. Хоть жить, умей вертеться! HBO Max, подговариваемая сатаной, выпустила еще один спецвыпуск «Ностальгию Реюнион». После бесполезного воссоединения участников сериала «Фрэнс», кстати, я записывал об этом подкаст. Стриминговая платформа разрешилась еще одной бесполезностью, приуроченной к 20-летию выхода первой части кинопаттерианы, то бишь Гарри Поттера и философского камня. Актеры и режиссеры легендарной франшизы о мальчике, который даром что выжил, собираются вместе, чтобы поплакать и посмеяться на камеру, рассказать банальные банальности, поддержать друг друга, похлопать по плечу, создать атмосферу абсолютного единства и взаимопонимания, но самое главное — вернуться в сказку. Но так стоит ли удивляться, что Гарри Поттер 20 лет спустя возвращение в Хогвартс оказался настолько неинформативным, что за полтора часа экранного времени, а точнее за час сорок, умудрился рассказать зрителям ровным счетом ничего. Во время просмотра меня не покидало ощущение, что я присутствую на концерте группы Ария в каком-то 2046 году. «Самое лучшее! Нам было так весело! Я никогда не чувствовал ничего подобного!» Все это шокирует! Сказки становятся отдушиной! Вот зачем и кому вообще понадобился набор из этих типичных слезливых клише? К чему эта каша из любезностей? Где? Ну где обещанная всем нам куча историй? Где хоть какие-нибудь истории? Я бы под страхом смертной казни запретил подобные воссоединения и ностальгию. Нет и не может быть в этом ничего хорошего. Ну почему? Вот почему для актеров вроде Дэниела Редклиффа или Макалия Калкина как будто существует только два возможных пути? Или, подобно старческой рок-группе, до пенсионных сидин эксплуатировать тему ностальгии и, условно говоря, петь хиты прежних лет, которые сегодня помнят и любят разве что динозавры из мира юрского периода. Или же всеми силами сопротивляться сложившемуся имиджу Гарри Поттера и Кевина Макалистера, снимаясь в откровенном трэш-оке и безвкусица. Но почему бы не выбрать третий путь? Попросту не перелеснуть эту страницу, страницу баснословной популярности, и не пойти дальше со спокойной душой. Ну, было и было. И слава богу, что было. А теперь пришло время жить дальше. Вот когда-то все ожидали от Роберта Планта, что он вернется в Лед Зеппелин и группа пустится в 200-е мировое турне, выпустит с десяток новых альбомов и так далее, и так далее, и так далее. Народ жаждал ностальгии, но Планту это было неинтересно, и он предпочел Лед Зеппелин кантри-певицу Элисон Краус. И дело тут не в показушном нон-конформизме. И я не такой, как все. Не в том, что 200 миллионов долларов Роберту Планту было мало, а в том, что дважды в одну и ту же самую реку, как учил всех нас Гераклит, войти невозможно. Что следует двигаться дальше? В этом смысле эпиграф спецвыпуска кинопаттеряны предельно точен. Удивительная вещь – время. Альбус Дамблдор. Нельзя вернуться в Хогвартс, поскольку Хогвартс и так всегда с нами. Возвращаться нам просто некуда. Адама и Еву никто не прогонял. Это они сами выперлись из Эдема, перестав читать книги и променяв их на супергеройские блокбастеры. Теперь же неумелый и кривобокий маркетолог, паразитирующий на всеобщей ностальгии о детстве, тужатся убедить нас в том, что истинная сказка – это полтора часа без содержательных взаимных комплиментов и тактичной деликатности. А еще две минуты экранного времени Джан Роулинг с оправдательным титром-припиской «Спокуха». Это отрывки из интервью 2019 года. Тогда мы еще не знали, что она такая редкая. И Роулинг мы на съемки Реюниона не приглашали. Ну а что нам обещает синопсис «Возвращение в Хогвартс»? Вот читаем. В честь 20-летней годовщины первого фильма франшизы Дэниел Редклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон вместе с режиссером Крисом Коламбусом и другими известными актерами расскажут увлекательную историю создания вселенной Гарри Поттера. Ну разве можно так откровенно врать? Увлекательную историю создания вселенной Гарри Поттера значит? Увлекательную? Создание вселенной? Да и с фильма, длящегося 1 час 45 минут, мы узнали, что на съемках первых частей франшизы актеры были детьми. А потом? Ой, это невиданное дело. Они выросли. Что Эмма Уотсон, всем сердцем любящая своих друзей Редклиффа и Гринта, невероятно, до слез ценящая пережитый ее опыт кинопатрианы, почему-то снимаясь в Кубке Огня, ввела дневник, в котором честно признавала себе, что она одинока и что подумывает уйти из франшизы. Еще мы узнали, что добрая половина игравших в Поттериане актеров, выдающихся и всеми признанных, снялись там по просьбам своих детей и близких. А так они и вообще не слышали о Поттере. И, наконец, мы узнали самое-самое главное, что для Редклиффа, Гринта и Уотсон имя Джоан Роулинг как имя Валан де Морта. Его лучше не произносить. Причина тому скандал, да и не один, развернувшийся вокруг писательницы и ее бесчеловечного твита о менструации. Ой, знаете, если после возвращения в Хогвартс посмотреть «Матрицу 4» и «1» дома 6, тогда можно добиться небывалого кумулятивного эффекта и впасть в особое ностальгическое оцепенение, в такой особый транс. Упс, я не подумал. Это слово в контексте Роулинг лучше не использовать. Да и не будем забывать, а для ностальгического контента забытие является худшим из всех зол, что в ближайшее время нас ожидает сериал о мире Гарри Поттера, да и еще ближе третья часть «Фантастических тварей». Но, правда, уже без Джонни Деппа, как и Джоан Роулинг, а может и в куда большей степени, заканцеленного прогрессивной голливудской общественностью. Так что с ностальгией все будет в порядке. Тут можно не беспокоиться. Метамодернистская эпоха сиквелов и ребутов цветет пышным цветом. И я уверен, что наши правнуки смогут насладиться «Форсажем 44», «Человеком-пауком 86», «Кинокроссовером Гарри Поттера» и «Терминатора», а также дорогостоящими «Аймакс» ремейками, прибытие поезда на вокзал «Лосьот» и путешествие на Луну. И все это, вот вам истинная причина моей бесчеловечной озлобленности обязательно будет приправлена слащавым голливудским пафосом и показушным морализаторством, которые, вот не знаю кем и не ведаю почему, преподносятся современному зрителю в качестве полноценной замены давно отживших себя способности мыслить критично и сердечной искренности. Ну что, вернулись, Хогвартс? Хотите еще? И еще? И еще? И даже больше? Премьера документального фильма «Гарри Патроново» следствия спустятся с первыми двадцать второго года на своем информации «Био Макс». Большое спасибо, что слушали. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да. Продолжение следует... Продолжение следует...